Глава города Алексей Хохлов провел прием граждан. Вопросы разные, как личного характера, так и касающиеся жителей целого микрорайона. Председатель ТОС «Лесное» Нина Троицкая попросила у Алексея Хохлова помощи в вырубке деревьев. Сухостой образовался в опасной близости с детской площадкой, на которой проводят свое свободное время жители микрорайона. Еще несколько сухих деревьев есть неподалеку от конечной 24 маршрутки. Глава города пообещал оказать помощь и в свою очередь предложил председателю ТОСа ввести на территории микрорайона раздельный сбор мусора. Для начала хотя бы поставить отдельные контейнеры для стекла и пластмассы. Нужно воспитать определенную культуру у населения. Я был в Англии весной, и мы разговаривали, знакомились с системой сбора мусора. Они сказали, что примерно лет 10 им потребовалось на то, чтобы вот эти три контейнера разноцветных под разные виды бытовых отходов стали заполняться так, как нужно. И я считаю, что эту работу просто надо начинать. И к тому времени, когда люди почувствуют потребность в этом, мы уже создадим и систему переработки отходов раздельную, которая существенно очистит наш город. Представитель ТОСа Ефремковский Юрий Осипов попросил установить искусственную дорожную неровность рядом с детским игровым комплексом и спортивной площадкой во втором Болинском переулке. Дорогу в этом году заасфальтировали. Взрослые стали переживать за безопасность малышей. Дорога на дети идут в школу. Там пешеходная дорога, тротуар там нет. Там одна проезжая часть, которая является, и пешеходная зона одна. Ну тогда тем более. Ну я думаю, все тем не сделано. Марина Римская, председатель ТОСа Чкаловский, пришла на прием с просьбой привести в порядок межквартальные дороги, ведущие в школу. В преддверии 1 сентября проблема очень актуальная. В этом году очень много ребят с ЖБК идут в 68-й единственную пузу. Это нашим частным сектором. Это был четвертый кирпичный переулок и третий переулок Чкалова. Глава города дал поручение решить этот вопрос. Заодно поинтересовался, хорошо ли работает общественный транспорт и есть ли проблемы с уличным освещением. Конечно, стараемся помочь всем. Но и не всегда это получается. Не хватает денег, иногда элементарного времени нет. Осталось активной работы полтора-два месяца, не больше. Но тем не менее, я думаю, что все люди, которые сегодня были на приеме, а были представители самых разных районов города, они ушли удовлетворенными. Глава города вел прием граждан дольше часа и за это время успел выслушать 11 ивановцев. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.